так 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 эй всем привет друзья меня зовут роман это канал орел гризли и мы сегодня продолжаем смотреть аниме какое правильно ты увидишь название и увидишь в описании ты увидишь сейчас на экране называется overlord 4 сезон 8 серия получается правильно правильно микрофон получается здесь аниме получается тут ты тоже тут ты получается аниме правильно правильно смотреть что заметим что ты заметил замок заметить да если внимательный звук сейчас поменялся потому что я блять беру отключаю отключаю компрессор в компрессор убрал усиление убрал ебаный лимитер убрал не знаю сейчас проверим как будет изменение звука я вижу вот я по галочкам смотрю сейчас просто я так говорю потому что я смотрю по по настройкам звука короче компрессор он звук как бы сжимал сжимал и когда он громкий он уменьшал когда он был тихий он немного повышал и типа из этого звук был более ровный на не знаю насколько сейчас скажется вообще в комментариях стал звук лучше или хуже по сравнению с другими по идее я сейчас должен говорить где-то громко в каких-то моментах а в каких-то моментах я должен стать тише ну как как и раньше как и в обычной жизни я говорю да просто на компрессор он раньше все сжимал звук более ровный был когда я орал для тебя как будто бы обычно говорил когда я тихо говорила говорил к буду вы нормально то есть он все выравнивал сейчас посмотрим как будет напиши в комментариях а вы продолжаете аниме восьмая часть шоу тут у нас у нас показывать какой-то город это скорее всего этот где-то это вот желтый волосик нас живет под зуб под золопосик наша желтый волосик ну все погнали чё здравствуйте отношения с теограти и слой к нам прийти я не про него если что это волосик не общение послание это подзолупный волосик вот это у меня вообще не нравится я надеялся заложить фундамент будущих отношений если бы нашел с ним общий язык но ты настаивала что нам следует придерживаться прежней внешне потому что она сраная поле как это шпионка и политика подставная отказался его принимать братец да как же отвратить напротив своей семьи воевать это просто наш по идее его семья то есть она про снял воюет охуею не залезь на меня сестренка мы оказались в таком положении поскольку своевременно не решили более мелкие вопросы не получив помощи от нас они обратились за ней к колдовскому королевству а я обращусь за помощью бананчику и съем его ты сам разрешил перевозить зерно через наши границы как будто я мог им в этом отказать ведь колдовское королевство приняло все выдвинутые условия платит таможенный сбор и деньги торговцам и владельцам складов за их услуги они даже не против если мы продадим товары у себя такая щедрость весьма подозрительно ты просто привык искать в людях только плохое нет реально есть на ёбочка я знаю ну я не не то что прям знаю я видел некоторые моменты связаны с этим зерном что это часть их плана император в итоге стал вассалом короля заклинателя может тогда и нам стать стать его вассальным королевством вся планета пусть стоит вассальным королевством натуре логично одно дело если ты можешь подчинить знать как император для нас же этот ход скорее кончится народным восстанием не случится надо для вас она просто палец ахуена всеми своими действиями подлизывать калдовскому королевству ритни всерьез но не стала бы возражать если бы я бездумно согласился быть со мной рядом хотя бы лес если ты вспоминаешь маркиза рейвена его будет весьма трудно выдавать столицу что говорят что бой с империей оставил неизгладимую рану на его сердце лучше скажи братец как скоро ты планируешь унаследовать трон подождите которого убили майки с мамой майки с майки с нахрен мой мой поцелуй марки с райвен это ни которого убили не помню я думала долго ли еще ждать когда ты исполнишь свои обещания ты не забыл мы с отцом пока я охранник в натуре смотрим удачи нулевой уровень хороший момент подожди немного скоро я исполню твое желание сердечно благодарю милый брат озвучено проектом они ли бре . тв при поддержке онлайн площадки кинопап ну почему ничего не выходит это выбором монсеррат барон лузерет я бы сказал одни бароны слушая тоже барон кто барон тоже плюс в комментарии они ли бре . тв представляет overlord 7 сезон 253 серия такая же этого не увидишь к сожалению я бы конечно показал но это нельзя а а аниме без обрезок да будут выходить и выходят уже на моем бусти в ссылка в описании сайт бусти ну ты знаешь но это наверное кто как обычно да стандартный вопрос кто да он я или кто поясни что реально воздражает в этих опенингах во всех сезонах что опеник это один большой спойлер блять это просто один большой спойлер сука глава 8 неожиданный ход тост за лорда филиппа объединившего нас простите не обращайте в лесах нет вижу вас что-то сильно опечалило поделитесь своими заботами почему у них все глаза как будто они блять я не знаю болеют нахуй спидом такое ощущение что меня окружает тупицы только путающиеся что он что ты умер блять что-то с его нами что с тобой моих владениях отбились от рук и не слушаю ля ля ооо саня блять остановись присядь как нам слушай да несмотря на нашу богатую родославную саня ты куда идешь мы бы сорвали большой куш стоило им только внять моим словам но эти идиоты отказываются засеивать поля другими культура я знаешь удивляюсь иногда вот как в мире где есть магия магия да эти додики какой-то какой-то хуй не рассуждает вообще-то блять это зерно блять штопщик у вас есть возможность то есть скелетов заставить работать бесконечно то есть тут ты уже видел в 3 или в конном во втором или в третьем сезоне вот этот маг у блять этого короля этого ну блять какой король нахуй короче этот маг маг который мог приручать этих шестого шестого уровня магию да как его блять зовут зеркнив зеркнив а маг короче ну я не знаю забыл вообще этих ноунеф которые ничего не могут и не запоминаю просто зеркнив а маг придворный он уже уже он мог приручить скелетов и то это может быть даже не он может быть это какие-то его слуги сделали то есть скелеты копали сами да то есть можно скелетов заставить копать поле например да они будут просто бесконечно работе им не надо еды да и ничего не надо они блять на магии работают они тут уже какое-то поле какое-то зерно да знаешь такой пиздец вот примерно как у нас в наше время когда уже блять космические корабли там летают запускаются там не знаю уже роботы вовсю работают замечают людей там автопилоты на машинах люди до сих пор где-то гниют в каких-то дебильных работах какими-то там за продавцами блять еще каким-то ужасом в любая вообще работа которая заставляет тебя сидеть много-много часов тратя свой весь день это просто полное неуважение к человеческому потенциалу это полное уничтожение и неуважение к человеческому потенциалу когда тебя заставляют сидеть там по восемь блять по девять часов ты сидишь нахуй гниешь просто заживо гниешь это просто пиздец здесь тоже самое мы не знаем вырастут ли они а лишних рук у нас нет только оправдывайте монолог произвел да это ничего не делают ну ты промотай если кого-то не нравится промотай просто как же я вас понимаю вы лорд филипп человек недюжинного ума еще бы вас не раздражали люди неспособные понять ваши замыслы сидят два зомби тупо первый умер до 2 тоже пизды получит ну посмотри на их лица они уже умерли они просто об этом не знают скажите им кто-нибудь что не умер можете ли вы себе представить как много живет на свете дураков завидующих моему гению который рассуждает о каких-то полях когда есть магия которую можно изучить и не знаю там лет такое вытворять с ней просто но это же вообще изи ваши таланты ты про фильму на как же сильно я вам завидую она даже бесплатно предоставила такой шикарный бар вашей фракции бросьте фракция слишком громкое слово впрочем я бы не отказался поменять старые порядки при которых все блага получают самые старые знатные очень на это надеемся на согласен с каждым словом поговаривают что вы дружите с премьером колдовского королевства да мы сейчас обмениваемся письмами с леди альбедо значит вы уже в курсе дела похоже в колдовском королевстве собирают не меньше зерна чем в риэстис разве их крошечные владения не ограничиваются и ранталом похоже что нежить не знающие усталости возделывает в их государстве огромные поля прикинь да это возможно представляешь себе не жить омерзительно не правда ли да омерзительно зато бесплатный труд который надо плачь ничего не надо вообще им ничего не надо абсолютно еще и отправляет урожай в теократию слэйн в качестве помощи караван под знаменем короля заклинателя проходит по моим землям так что слухи не врут по вашим землям лорд ве они многие склады реста забиты провизии от наших соседей к тому же ее можно достать по весьма низким ценам это не честно какого черта еще паникуешь дурачок сядь своими продажами они собьют цены на урожай собраны меня это вы чрезвычайно проницательными лорд мы волнуемся о том же самом нужно предпринять что то вот бля бесплатная рабочая сила виде скелетов она абсолютно что угодно сбить может сейчас поставь этих скелетов на производство айфонов блять через месяц то эти айфоны на хрен ну не через месяц ладно пишу через год ты эти айфоны просто переплюнешь они будут в цене в несколько раз дешевле баба во много раз дешевле будут и очень ну пиздец просто конечно это нереально и там магические существа которые не надо кормить платить ничего не надо работает естественно будет падать цена просто на все что они делают абсолютно все что они будут делать на все будут обрушать цену и люди вообще не смогут просто производить такую же продукцию потому что блять цена просто не будет покрывать издержки цвет вот если бы в колдовском королевстве истощились запасы провизии ну конечно король заклинатель получит по заслугам арестисы я сам обогатимся одним ударом трех зайцев да я придумал просто безупречный план у меня есть отличное предложение не желаете ли провернуть 1 9 я уже по глазам вижу что в пизды получится я не знаю что там будет дальше но я уже вижу колдовского королевства стремительно расширяется однако нормально нет таких же сюда идите вот сюда бумажки все вот что положить давать давать второй иди сюда бумажку отсюда отчет еженедельный быстро не хватает рабочих рук блять он не хватает рабочих рук серьезно было бы совершенно немыслимо тревожить вас высшее существо и батья пожилой высшее существо натуре меня лучше не тревожить комментарий пиши в комментарии тревожь но все остальное не тревожь кто с вами кто-то смеет ебать меня в виду а не бывает что о дракоши на дракоши и я понимаю а ля ля уля какой актер пандоры кто этих актер пандоры ментер скорее всего ну скорее всего айнс актер пандоры вот этот справа это актер пандоры пуша но он всегда был айнсом когда превращался мамона неважно то есть актер пандоры вроде как ни разу еще не был мамоном сказать что мы ладим с мамоном но меня смущает это молчаливая прогулка правда мне и спросить актера пандоры собой нечем подожди а вот часто первый раз получается когда актер пандоры стал мамоном и айнсом обычно он айнсо принимает облик есть вопрос я хотел спросить ты бывала в приюте созданным по предложению юри нет не успела зайдем туда сейчас до владыка айнс в чем дело простите что отвлекаю но госпожа альбедо просит вас как можно скорее вернуться в назарик владыка айнс и я собрала перед вами всех стражи этажей пиздишь пиздишь там не все это не все это не все раз два три 4 5 а хуй там все это вообще не все ребята я хотел бы знать по какому поводу ты нас всех собрала конечно около четырех дней назад груз отправлены в теократию слейн украли на земле хрэстис к аристократ и все врата тика из городу тика из планеты обсказал собрал небольшой отряд и украл запасы зерна и батя небольшой отряд смерти как собрал в натуре слейн кажется перевозкой занимались торговцы подобранные 8 пальцами они должны были идти под флагом колдовского королевства неужели в рейстис решили пойти на открытую конфронтацию с колдовским кролик какой-то нереально смертники для воровать зерно у них серьезно либо нас могли предать 8 пальцев нет тогда в чем альбедо что за смущение она ведет себя как сотрудница вынуждены указать на грубую ошибку своего руководителя честно говоря мой и вообще не помню никого из их знаете где ему можешь не стесняться говори прямо это вы виноваты вы украли помните как мы планировали использовать глупого аристократа чтобы подчинить себе королевство реально смерти к сейсис клап взгляду я вижу все уже наперед обменивалась с ним письма только ради моей любви к нему что это пеликой заебал понятно чем пеликой владыка именно этот болван стоит за нынешним происшествием впрочем это может оказаться хитрым замыслом королевства как вы и предполагаете как он узнал что блять всем раструбил раструбил просто о том что он будет воровать как-то блять работает ну ты ведь наверняка уже изучил обстоятельства дело да и хочу представить свидетеля меня поручили направлять аристократа который это той которой органы удалили а потом заново вырастили с помощью регенерации они короче из нее органы вытащили все и потом с помощью регенерации заново восстановили прикинь бать жестко это 8 пальцев эта девка да это она вроде разрешаю тебе назвать свое имя кого так зовут комментариев плюс а кто причем лично удостовериться говорит ли сигниус правду о маги 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 подчинение ты причастна к похищению нашего груза аристократом нет владыка ты страдаешь раздвоением личности нет владыка питаешь ли ты к нам враждебные чувства или отвращение не питаю ни в коей мере владыка понятно даже если бы твои действия косвенно причиняли нам какой-то ущерб наказывать тебя лишь за это было бы слишком сурово я считаю фильму сигниус невинных подождите владыка разве руководителю не положено отвечать за подчиненных я согласен с тем что руководителю положено отвечать за просчеты своих подчиненных но суть в том чтобы руководитель брал на себе вину подчиненного в подобных случаях а не сливал ответственность на тех кто подчиняется ему альбеда позволь уточнить почему руководством трудилась фильма сигниус полагаю да все ответственность пришла пришла как только мы и ждали сразу же пришла пизданула получила и ты в свою очередь подчиняешься мне следовательно ответственность за это происшествие лежит на мне кстати да и бать сверху разум подъехал моя остановочка подъехал ни в коем случае владыка я бы не посмела сказать что вы хоть в чем-то виноваты сигниус найди меры чтобы это не повторилось и представь их на суд альбедо считаю это своей карой моё решение окончательное для нам он пытается быть таким казать справедливым каким-то там и как это назвать что он держит все своих руках на самом деле нихуя все так удачи складывать что просто пиздец яй путылку дай сразу идут заставила я вас поволноваться не беспокойтесь для кожи больное лицо это пиздец вылечить ее пожалуйста пожалуйста кто-нибудь в комментариях есть и могучий вылечить ее тоже на пиздец ну как как смотреть на нее тоже трудно это же больно я виделась его величеством с королем заклинателю с королем заклинателю его величество правитель выдающегося ума его личное вмешательство позволило мне вернуться невредимый король заклинатель начинается начинается немного салам алейкум крыша сказала я сама проворачивала не раз это трюк нехорошо с ним знакома но раньше я и подумать не могла до чего сладок пряник для той что на своей шкуре прочувствовала всю жестокость кнута я наконец поняла что могу доверять его величеству захотелось ему кое-что отдать да понятно тогда нам лучше служить ему верой и правдой собака пожилой король заклинателя тем чтобы определить виновного да вы совершенно правы владыка если выяснится что действия глупого аристократа часть никого заговора нам придется существенно изменить стратегию против королевства реэстис и я рассудила что стражам следует выслушать ваше мнение много ли ты рассказала аурея остальным о нынешнем плане кнут и пряник пока не посвящала их в детали самое время поделиться ими со всеми и ведь тоже хочу их знать и мы тоже хотим узнать ну в принципе пример понимаем чем хочет у нее такая рандомно все это складывается и так понятно боже-то зашел здравствуйте добрый день и Продолжение следует... 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 Да, в натуре сам он бездарный... Полностью одобряю это решение... Теперь... Вернемся к главному вопросу нашей беседы... Как следует... Продолжение 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 следует... конечно премного благодарен а теперь заручившись одобрением владыки айнза подготовлен для королевства поистине жуткую кару то зашел то зашел саня творишь не споримые демонстрация обоих подходов серьезно типа хотят еще и понял что я продолжал серии они хотят один город терроризировать а другой типа поощрять что ли не понял начнем королевский совет немного не понял задом нищеброда суждаю на повестке дня послание полученное сегодня из колдовского королевства наш подданный грабил повозку зерном предназначены теократии слэйн помянет колдовском королевстве считают это актом агрессии и не исключает объявление войны для меня королев жалко конечно пиздец правил правил да чувак дохера лет полясь как эта хуйня имбалансная вообще не контриться блять просто чё хочет делает это пиздец тупо имба читерная блять беспредельщица под названием айнсол гоу и ты такой блять чё делать королевство риэстис знак одобрения этой позиции на послании поставленной печати колдовского королевства империи богород драконьего и гноми его королевства кроме того рядом с печатью теократии оставил свою некто безликий они же надо полагать влиятельные священники возможно ли что это заговор некой третью державу желающий рассорить наше государство с колдовским королевством возможно за ними действительно кто-то стоял на факт остается фактом наша держава допустила грабеж для тебя удалось выяснить честно говоря я уже нашел виновника сего действия как они так быстро его нашли не пойму это сделал барон филипп дейтон лир монсеррат монсеррат вы о нем слышали мне не верится что рисках ракушина ноунейм его никто не слышал никто не слышал даже я у не слышу держал вы мог пойти на такую глупость быть может это провокация колдовского королевства верно может на него наложили заклинание очарование человека они даже о таком знают такие додики отсталые и об этом знают его могут устранить чтобы сохранить правду в тайне так что нам нужно скорее провести суд над бароном хотят ступим в переговоры предложив королю заклинателю его голову о чем ты говоришь отец думаю нам не стоит воевать с колдовским королевством и ради этого мы пожертвуем знатным мужем чья вина не доказана неужели это слова будущего короля сын мой я понимаю отец но ты видел трагедию на равнинах к своими глазами тут как бы без варианта не ну можно к что-то обдумать не надо торопиться такими решениями и все равно хочешь вступить на путь который приведет к войне с королем заклинателем эти за одной повозки не будет войны фибаус я выступаю против уверен некоторые сочтут такое решение трусливым и подлым но войны с колдовским королевством необходимо избежать даже если мы выдадим невинного ваше величество мне до боли знакомо желание принца занака защитить народ нашего королевства может стоит последовать примеру империи попросить короля заклинателя вас лететь и что ты такое говоришь гордость это министр внутренних дел согласиться на подобное я тем более не могу где твоя гордость а где-то гордость не слышу ведь это значит придать память тех кто в прошлом веры и правды служил королевской семье простите граф и спасибо за совет не за что ваше величество пожалуйста пожалуйста предложение какое отец не забудь написать в комментариях у меня кто же к тебе предложение как тебе звук и лучше или хуже я отключил эти расширения ебучие в бс посмотрим как я сам сейчас послушаю чё по записалось вообще как она посмотрим должно быть по идее лучше мне кажется посмотрим кто там ко мне заходить проходить форострировать чё долбой стучишься открыто блять заходи послание от колдовского королевства их премьер леди альбедо скоро прибудет с визит премьер леди это название блять альбома какого-то там столицу хорошо чё и надо здесь опять опять тележку ограбили ли что встречу в тронном зале вообще в ахуе честно говоря знаешь немного вопрос возникают чё за бред какую-то тележку блять кто-то ограбил окей причем здесь вообще страна целая ну вот блять где-то например не знаю в какой-то стране ограбят какого-то человека или чиновника все теперь войну будет стране объявлять или что за бред вообще не пойму что происходит как это работает ну ограбили какую-то тележку у них на территории что ну найти того кто ограбил и все в чем проблема не понимаю кук чё не все затряслись как куры блять провести суд туристы расследование какое-то там я не знаю как это у них делать озвучено проектом они либре . tv в 2022 году 2242 году не ненем и не заканчиваем мы только продолжаем еще же конечные здесь в этой серии почему то есть после титров сцена в других нету я не понимаю иногда где есть где нету хуй поймешь в это кажется есть смотрим ты рад снова видеть вас и леди альбеда и я вас давай давай о посох с собой взяла вот сука не отпускает свою эту шарманку балалайку блин свой этот фало имитатор ваше величество можно узнать причину вашего визита я пришла вас изнасиловали укравшим зерно предназначавшиеся теократии с лейн я прибыла чтобы получить ответ и речь все-таки пойдет о нем во первых как гражданин королевства прошу прощания за столь глупый поступок этого юноша а во-вторых не согласитесь ли вы простите за это в обмен на мою голову все ебанутый старый какой нахуй голову ты все вообще алё как у голову блять и король или кто какую нахуй голову блять королян ты вообще ебанутый какая голова блять короля ну нахуй оооо блять ну какая голова короля ну ты прикинь короля казнят ну это же ну блять это такая дизмораль просто на всех такая дикая дизмораль будет на все общество это ну вообще недопустимо абсолютно вау щпе недопустимо какого-то ноунейма еще окей можно там ну блять ну не короля ж ну ебаный ну как как ты себе представляешь король что ты что ты несешь короче не знаю пиши в комментариях по этому поводу это вообще мне кажется просто бред тоталитаризм какой-то начинает пары пожрать просто в окружающие земли он своей этой тиранией просто уничтожает людей вообще все уничтожает полный пиздец создает и хаос на такое мнение вообще своими в комментариях по поводу тирании этого альца лугуна а на этом мы сегодня закончим напиши в комментариях свое мнение об этой серии не забудь про звук написать как тебе звук микрофон по 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 но вроде сейчас получше вот я смотрю по ползункам вроде по ползункам нормально нормально нормальненько нормальненько сейчас еще раз посмотрю блять да ну вроде бы получше вроде получше все шо шо могу сказать ссылка будет на ползунки в описании под видео подписывайся на канал на группу вконтакте комментируй ставь лайк не забудь поставить колокольчик на все уведомления не забудь зайти на бусти посмотреть подписаться посмотреть там аниме без нарезок без обрезаний на полный экран с охуенным качеством все и до встречи следующей серии все всем до встречи всем пока